Одно из направлений развития туризма в районе – так называемый событийный туризм. Это различные фестивали, праздники, корпоративные слеты, которые привлекают внимание гостей и объединяют людей вокруг интересных традиций. Одно из таких событий – праздник крещения, во время которого многие некрасовцы не только посещают торжественные службы в храмах, но и окунаются в освященные воды Солоницы. Господи, Господи, тебе возлюблена, Гатя, Сына, именуя. Церемония водосвятия в этом году вновь проходила около Соленого острова. Правда, не со стороны залива, а на основном русле, где побольше воды. Иордань по традиции была оборудована деревянными сходнями и украшена ледяным крестом. После окропления собравшихся святой водой, благочинный церквей района настоятель храма «Утолимая печали» Михаил Бучин обратился к людям с проповедью об истинной сути обряда очищения души и тела в крещенской купели. Было бы хорошо, если бы мы с вами в течение всего года были бы добрыми православными христианами. Молились, исповедовались, причащались, соблюдали посты и заповеди, которые требует от нас Господь. И вот сегодня, как в завершении, в дополнении, можно будет и окунуться, и это будет на пользу. Желающих окунуться на сей раз, как и собравшихся на берегу зрителей, было намного меньше, чем в прошлые годы. Возможно, причиной этого стал рабочий день, а возможно, массовое купание в проруби перестало быть диковинкой. Утратило элемент шоу, в котором можно было продемонстрировать миру свою удаль. Те же, кто решил окунуться в ледяную купель с Верой, действительно выходили из воды обновленными. Красота. Я, говорю, заново родился. Ну, хорошие впечатления. На сегодня вообще тепло. Даже руки не мерзнут. А если не вынырнешь? Не может такого быть. Это когда не было оборудовано, тогда было, когда проруби рубили, а сейчас-то уже некуда уйти. Среди православных, погружавшихся в прорубь, были люди разных возрастов. Как говорится, и стар, и млад. Для некоторых этот обряд уже стал семейной традицией. Как вы, как родитель? Не страшно? Нет, очень хорошо. Мы все у нас и мама купаются. Просто мама работает сегодня. Какие вы молодцы. Ничего себе. А никаких последствий не бывает? А от этого только благодать. Да. Только лучше. А как ты в прорубь залезаешь? Не страшно? Нормально. Терплю. Холодно очень. Не все отваживались окунуться в ордань с головой. Многие просто умывались освещенной водой и запасали ее впрок. Крещенская вода считается святой и чудесным образом сохраняет свои свойства в течение долгого времени. Тот, кто прикасается к ней с верой, ощущает Божью благодать. Ощущения? Ты, во-первых, какой-то второй раз уже? Ой, я не считаю, какой я раз. Ну, довольно много уже. Ну, после армии первый раз. В том году не получилось, потому что семинарий был. Нет. Нет, купаться, конечно, надо. Купание – это не только телесная закалка, это еще духовная. В любом случае она нужна. То есть не так, чтобы показушно просто пришел, искупался, то что вот я могу смотреть. Нужно с верой к этому подходить. Естественно, без Бога же ничего не получится. А то мы пришли, вот я искупался, не заболел, значит чудо есть. Человек, он ведь такое существо, что он может прийти в храм только, когда ему плохо, или когда ему что-то требуется. А вот так, чтобы просто прийти, молиться к Богу, например, даже сегодня, будничный день, конечно, если на работе, понятно, что нет возможности прийти. Вот, но все равно, посмотри, сколько народу пришло. И благодать, потому что все равно чувствуется она. Когда даже батюшка крапилом окропляет, оно все, всех лиц довольны, понимаете? Ощущение вот этого, то, что Господь принял крещение в 30 лет, оно есть, он присутствует с нами. Вот, поэтому я не думаю, что тут будет холодно, что-то еще. Если с верой, то, конечно, не заболеешь. Никак вообще. Невозможно это просто. Я сколько купаюсь, ни разу не болел после этого. Спасибо. 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 Спасибо.